так друзья еще поговорим о химерах сегодня у нас 20 примерно шестое или седьмое явня вот очередной урожай выглядит вот так но не все так просто перед нами классическая химера я вам буду так показывать помните вам говорю первый урожай вот это химера почему она химера вот а потому что это манджуриц посмотрите он бывает вот таким манджуриц нет откуда это ему даже взялось вот такой вот а вот именно дело в том что прививка которая была на этом дереве она погибла от прививки вниз на подвой передались качество чего правильно это было два академика вот один академик так вот он тоже неправильно видите но это уже будет другой вопрос вон туда глядите сейчас взяли не трудно видно здесь приличный рожачек но его трудно видно так трудно видно а он еще ну ладно а отвергая токса но сам подвой изменил свои качества смотрю и думаю господи что от вас будет теперь он пока похож на амура но а причем тут амур вот но подвой изменился благодаря тому что именно такую форму имеет кто академика академик мертв а это еще раз подвой следующий пример он тут же рядом значит здесь получилось это еще более классический случай почему химеры долго не живут внимание сюда глядите вот здесь вот под всем деревом вот тут вот потому что лысинка тут как бы вот такой вот густотой вот смотрите внимательно смотрите вот огромное количество упала этих самых недожрелых плодов это и так далее так по всей округе вот ну не поверите вот сюда глядите глядите вот такой густотой вот такой густотой вот такой густотой вот такой густотой так вот рука то все целевая старею в чему я говорю вопрос о химерах очень важен дело в том химера это свойство перемешанных генов по двое с приводом обхожу дерево с другой стороны с тыльной и так фаина мертва видите мертва что получается вот ниже прививки пошло то что вы вот сейчас видите ниже прививки но фаина шерно причем гены и оказались вот тут значит что я получил плоды вот причем на разных щетках они разные там же ниже прививки несколько этих проснулась почек самые мелкие вот такие но они достигали 30 грамм так а заметьте это манчжури а вот эти вот 40 грамм которая пониже вот теперь право на иметь название химеры имеют имеют почему не держатся плоды видите потеряли примерно половину вот сколько осталось вот вот сколько осталось вот значит что получается химера значит я постепенно ввожу это понятие в очень широком публицистике вы это слово даже не встретите почему потому что она почти запретная и а мы занимались с лазинком запретными вещами вот кстати посмотрите какими плоды будут когда созреют 40 грамм я могу обещаю даже 50 значит это запретная фактически тема это долго вникать в саму историю я хочу чтобы знали я возрождаю понятие химеры как промежуточного сорта образца клона формы но больше всего подходит слова клон вот промежуточные и свойства надо что сделать закреплять почему потому что на данный момент это самое урожайное дерево моем саду из культурных до манджуриц но потом когда вы эти плоды 40 граммов вы скажете да вы что какой это манджуриц этого не может быть а здесь перемешаны гены по принципу как это самое ну калейдоскоп короче этот калейдоскопе разбираться будете уже вы друзья вот я уже прошел всего один год продавал косточки химеры так только один год а прошлом году был такой же урожай но покупали плохо очень плохо испугало слова химеры тогда я обращаюсь продвинутым друзьям и будущей науки здесь данном случае почему это дерево после страшных морозов после страшных заморозков вот она вдруг как во время цветения почему она сама оказалась благополучия да потому что здесь гены манджурцы манджурского абрикоса как самая морозовка в мире сибирский не в счет это дикарь вот как самая морозовка в мире из садовых культур так и в то же время крупные до 40 а если по вот эти будут до 50 грамм вот с нижних веток это что же ветки манджурцы но уже по как бы сказать по культур не так выразился вот и тогда ведь их меньше потому что культурный но все это подлежит внимательному сбору классификации и изучения и кому хрен это надо